Всем привет, короче, это мы, это Виктор. Можно как-нибудь сделать этот на кадрах, короче, типа эволюция. Или наоборот, как-то, кто... Ну, просто стоим на первой ступени все. Сейчас непонятно, и теперь последний. Все, расскажите, где мы находимся. Короче, это, Витя, вот видите Витю, я давайте про него сделаю заставку. Сделаю, ну, хвалить его там, рассказывать. Виктор Комов, владелец клуба в Сибирианфит. Вот эта бочка протеиновая. Его родители хотели дом, но родился... А, в принципе, дом и родился. Пока этот мутант не кушает, он думает о еде. Недавно эта Годзилла разбила свой Тигуан, но перестав платить тренерскому составу своего клуба, он решил проблемку и купил себе новый Редж Ровер. Короче, он говорит, у него самый орущий фитнес-клуб в Тюмени. Давайте проверим. Другие клубы? Его клуб. Да, тут он прав. Ладно, заканчиваю, а то опять от него леща получу. Где мы собрались сегодня? База наша. Файт-база, блядь. Сибирианфит, основной клуб на Володарском. Здрасте. Спорт, я человек, который вообще далёк иногда. Зож пиздёшь. Зож пиздёшь. Ты спорт через А пишешь. Нет, меня тут недавно услышал. Через И. Со спортом на ВЫ и шёпотом. А как это шёпот? Извините. Может, я кантельку возьму? Только нахуй на место положить животное ебанное. Я с вами на такси со своими клиентами общаюсь. Да, это же самый орущий клуб. Нет, я, короче, заметил, тоже вчера обосновил твою историю. Я тоже всегда кладу на место все. Вот когда в зал ходил, всегда всё аккуратно. Потому что я таких, как ты, боюсь пиздёшься. У тебя был хороший учитель. Это пиздюля. Да, да, да. Да нет, просто что за прикол? Типа, ты же взял, блядь, гантелью. Подождите, всё. Мы сегодня постараемся не материться. Я вообще... Ты взял гантелью. Нет, вообще, мы просто что-то зачистим. Я такой отвратительный человек, такой, подхожу, взял гантели, покачался и оставил их вот на месте. Да, так на месте оставляют. Да, да. Есть такие. Питара сви-банка. Сука, хотел нормально, блядь. Пиздец. Филипп Морис, блядь, сука. Вчера нам Филипп Морис просто написал, что мы, типа, три гопника, блядь. Типа, он в маршрутке ехал час. Ну вот он, четвёртый гопник. Я говорю, это чисто русское. Вот, типа, всё, да есть, блядь, а потом сказать, что-то невкусно было, блядь. Да, да, да. Тебе невкусно, так ты, блядь, просто... Ну, я не знаю, он написал там много чего, узнал там. Шорт. Да. Да, есть такое, блядь, пиздец. Короче, о чём поговорим? Вот Виктор... Филипп Морис. Филипп Морис. Подсаживайся к нам пятым будешь в тачке. Там на 11 человек хватит. Да, наснул Николай Рейдж Ровер. Ну да, да, да. И есть ещё три места в багажнике штабилями. Короче, Витя представляет малый бизнес, и для него не малый, а средний уже, да, наверное? Нет, малый, до 100 человек малый. У меня где-то примерно 65-70 сотрудников. Как дела, Витя? Да как у всех, хуёво. Дохода нет, блядь, сидим на подсосе, короче, выживаем как можем, блядь. И дальше что делать? Я сначала подумал, что, типа, ну, может, что-то плохое у тебя, а потом подумал, подождите, там, почему-то у меня было и сложилось так, что, типа, абонементы же купили и просто не ходят. Нет, так же их продлевать будем, дохода-то не будет. Каратин закончится, мы, на сколько дней это, это пиздоворот творился, мы, блядь, как говорит, соответственно субподрядчики, блядь, мы своим клиентам всё это компенсируем, другое дело, что нам никто и компенсируют, и налоги, блядь, никто не отменял. Вот так вот. Они отменили налоги? Они дают льготный период, блядь. Вот вчерашний пост, как говорится. Они дают, блядь, льготный период, а потом, блядь, плати и за эти месяцы, блядь, и за тебя, с хуёв, если я ничего не заработал, блядь, понимаешь? Вы чё, блядь, там, правительство? Гартери на место не кладёте, что ли? Вернитесь, блядь, посмотрите, я вот там обращался. Короче, да, вот как раз вчера читал, что там на небольшое количество всего этих структур, короче, убрали налог, да, я так понял? Там, типа, авиакомпания. Кому убрали, не знаю, но нас-то точно не касается. Ну да, то есть, я информации много, но я не вникаю в то, чего нас не касается. Что нас касается, я вам говорю, как есть. Вот, сейчас у нас есть такая переписочка среди-то всех директоров фитнес-клубов, тем не менее, собираются делать петицию, чтобы там губернатор как-то разрешил хотя бы частично, там, с ограниченной численностью, там, при строгих соблюдениях санитарных норм, выходить на работу. Мы не знаем, чем это кончится, короче, посмотрим. Вот, сегодня мы обсуждали, сейчас ехали к тачке, про типа, который ресторан... В Питере, который ресторан, да, слышали, слышали. Да, сейчас пост и репост делал. Да, 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 да. Ведите ЧС или я открываю ресторан. Да. Как бы он прав по закону, но его нагнут, мы же в России живем. Ну да, нагнут у вас вообще 100 баллов. А слышали про этого, про мэра, типа, его сейчас называют бунтовавшийся мэр? Из Саянска, короче, мэр сказал, я нихуя не буду вводить режим самоизоляции. Во-первых, я по маме белорус. Он жирнющий такой, но видно, что он по любому имеет в своем городе дохуячий. Но там, по сути, он говорит, типа, я не буду вводить режим самоизоляции, потому что, ну, вот как раз он про ту статью Конституции, про которую теперь все знают о свободном перемещении по территории. Свобода перемещения у нас есть, такое правило. Как я вот этим сказал, и назвали его взбунтовавшимся. Взбунтовавшимся против чего, типа? Он же за здоровье. Взбунтовавшимся против чертей ебаных, но по Конституции пока что, которую еще не переписали. Да, сейчас перепишут, прикиньте, знаете, как обнуление будет Конституции, короче? Еще лютая, блядь. Ее открывают, а там пустые страницы, а что нихуя? А знаете, я вчера узнал, что есть такие книжки, короче, чтобы заставлять читать. Когда ты ее открываешь, типа, ну, окисляется, короче, чернила как-то, и они исчезают через, там, грубо говоря, месяц. Книгу ты должен дочитать, чтобы успеть, типа, вот. И точно не поменяешься. Тоже так же написать. А зачем, блядь, вообще нужна Конституция, если ее, блядь, переписывать можно? Да ладно, переписывать ее, ну, типа, вообще в хуй не ставят. Ладно, Конституцию, вы видели, вот просто положите рядом две книжки. Конституция Российской Федерации, блядь, и Налоговый Кодекс, Конституция, блядь, вот такой она, налоговый Кодекс, вот такой она, пиздец. Стопудово, блядь. Интересно. Нас ебут, и мы крепчаем. Она, да люди даже такую книжку не читали, Конституцию. Я до книжки не прочитал, но где-то до половины точно я знакомился. На туре, тут чуваки проводились. Никаких. Да никаких, никаких. Я же не скажу, что я его учусь, а просто я ознакомился до половины книги, дочитал до Призанова этого. Возраст, как раз он заканчивается. Типа, прочитал про альтернативную службу, думаю, ну ее нахуй вообще. Бля-бля-бля-бля, горшки утки таскать в больницах, блядь. Да, 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 в психушках, в моргах нахуй работа, блядь. А еще причем, типа ты, если не хочешь, у тебя есть альтернативная служба, но она еще и оплачивается, типа это работа, у тебя есть типа выходные. Ну службу тоже оплачивается. Ну если ты, короче, ну если ты, короче, съебешься с этой, то один хуй идешь служить. То ли пизда, дезертирство. Бля, вообще это, вот сейчас подумал, служить, да, учить кого-то, чтобы потом воевали они, правильно? Ну что-то из-за нас произошло. Это, получается, должен быть сильный человек, который, ну, ну, хотя бы какой-то нормальной силой, да, ну, или какие-то... Ты про физическое развитие? Ну да. Ну окей, среднее, давай дальше. Ну, какой-то хотя бы не тюфер. Ну, общая физическая подготовка должна быть. Что пробежать, там, мог что-то, что-то поднять, мог там. Что еще надо? Уметь... Выполнять приказы. Выполнять приказы. Если кто-то ходит на работу, ну, куда-то, он уже, ну, как бы, сможет это сделать? Понимаешь, что дело, вся служба, неважно, МВД, армия и так далее, сводится к одному в итоге. Ты должен с открытым ртом смотреть, блядь, на начальство. Да. То есть ты должен быть бескомпромиссной мразью, блядь, и выполнять приказы, потому что у нас сейчас в основном в ПЛХ сидят долгой оба. Почему нормальные люди на службе не задерживаются? Потому что, блядь, они не могут пойти против своего явной. У меня есть ребята, которые дослуживают, уже не знают, дотерпеть не могут, как бы, там, и в больших должностях и так далее, но это пиздец. Потому что, когда приказы поступают неадекватные, там, ладно, в военное время, а когда, типа, войны нету, типа, да, то такую дичь какую-то ворят. И, ну, ребята, которые нормальные люди, человеки с большой буквы, как бы, они с этим не согласны. И забыл, у кого, блядь, в песне есть, короче, слова такие, приобрел чисто мусорские черты лица, блядь. Вот это вот, это тема, короче. Блядь, это же реально... Мусорок же вообще видно. Про волю, короче, мне интересно его послушать. Вот ты, как человек, который сталкивается с людьми, и, в первую очередь, с их волей, наверное, силой воли и так далее вообще. Или отсутствуем силы воли. Да, или отсутствуем. То есть, есть просто факты, либо она есть, либо нельзя приобрести ее, по сути. Да, понимаешь, в чем дело, у каждого есть точка, докуда ты можешь нам, допустим, повлиять на ситуацию, и где у тебя опускаются руки. Вот и все. Ну, либо нужна какая-то поддержка, либо ты сам вывозишь. Если ты сам вывозишь в любой ситуации, то у тебя стержень. А если ты постоянно просишь какой-то поддержки, то ты фяк. Вот и все. И, как бы, другое дело, что, допустим, если переложить всю эту ситуацию на нашу деятельность, на нашу работу, ну, люди работают с тренерами. Не потому что они, ну, их, допустим, надо заставлять. Такие есть, но таких немного. Они больше работают с тренерами, потому что, во-первых, они не обладают такой компетенцией, как тренеры, это в первую очередь. Во-вторую очередь, если тренер не глупый, я вообще считаю, что тренер должен быть эрудирован, не только там, блядь, бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхаешь. Нет. Должен, как бы, ну, соображать, во-первых, в процессе то, что ты преподаешь людям раз, и на бытовые темы, допустим, не то, что даже на бытовые, а вообще на все темы, на бытовом уровне ты должен уметь поговорить. А для этого ты должен чем-то интересоваться. Какие-то книжки читать, что ты до этого изучать, не знаю, там, какое-то базовое, там, самообразование у тебя должно быть. Но если ты мужик, на примере, да, не знаю, в технике должен соображать, там, минимально в оружии, там, не знаю, там, тачками интересоваться. Техника – это не только машина, да. То есть, поймать свои темы, там, о чем-то еще поговорить. Если ты индюк, блядь, который нихуя-нибудь обожает, только вот именно в своей теме, ну, кому это интересно? О чем, чтобы разговаривать? Ты тогда нахер не нужен. Ты сейчас описал какого-нибудь программиста сейчас, прямо, ну, вот ты сейчас описал человека, вот, есть люди, вот, я не знаю, я не хочу всех подать на гульбинат, но вот, если ты именно IT, не IT-специалист, на котором программисты обычные, вот. У меня есть родственник, с которым, типа, он не особо, вот, ну, как, типа, может мне рассказать, вот, про все про это, не слишком обширно, вот, так, у меня. А про то, что про тренер, то, что он должен быть эрудирован, это пиздец интересов. Ну, бля, IT-специалист, он хотя бы разбирается в IT-технологиях, братан, а звукарь? Ну, звукарь. Вот диджей, блядь, вот что, блядь, диджей, что диджей может привнести, простите. Привнести, блядь, в этот мир, да? Да, есть такая песня. Я объясню, я объясню, что диджей может привнести, блядь, в этот мир, что может программист, блядь, привнести в этот мир, если он только по своими работают. Ребят, это как с тренером. Вот если ты, как и любой, блядь, госслужащий, выполняешь, сука, ежедневно одну и ту же работу по шаблону, то ты хуйло. И тренер, и диджей, и программист, и госслужащий. А если ты смотришь на свое занятие, то, что ты выбрал, и реально себя нашел, что как бы это твое дело, то с тобой даже можно, блядь, не начав разговор, а понять, что у тебя, блядь, глаза горят, и ты сейчас ебать будешь творить, нахуй. И диджей, блядь, и программист, и тренер, нахуй. Понимаете? Нет, диджей у нас просто как профдеформация, короче, диджеи такие есть, блядь, которые у него есть шнур, ноутбук, он вставил все, и блядь, я волокущий. Нет, все-таки, ребят, если более конкретно говорить, я скажу, что главный критерий здесь созидания, создание чего-то нового, вот, в каждой сфере. Если ты чего-то нового не создаешь, то ты биомусор. Госслужба биомусор все, вот все, блядь, поработав в нескольких департаментах, поработав, блядь, в областной думе, да, то есть они туда либо идут свои интересы защищать, либо, блядь, они делают то, что делали до них, вот, и, ну реально, и люди, которые в этих структурах что-то новое создают, что-то привносят, во-первых, их там не любят, потому что основная масса это тупые дегроды, блядь, которые, сука, ну, во-первых, завистливы, во-вторых, хотят на пакости. Ну, заработать, да. Либо эти люди там сами не дерутся, потому что понимают, они из этого говна выросли, они выше их на две головы, им нужно развиваться, у них, блядь, мироустройство так устроено, что, блядь, им нужно новое, нужно, блядь, развиваться, вдохновляться, съесть с этим биомусором, который, если такие знакомые, которые, блядь, допустим, закончил универ, блядь, в 2000 и каком году мы закончили, первую лужку получили, в 2009 году закончили, и он сидит, блядь, он тогда работал за 25 тысяч буналтером, сейчас такой 20-й год, прошло 15 лет, у него зарплата же не 25-30 тысяч, и он работает буналтером, и ему нахуй ничего не надо. Рост конфетный, да. Нет, по сути отсос жесткий, с учетом дефляции. Отсос, отсос. То есть, понимаете, да, то есть, есть такие люди, и их больше массы, то есть, если мы как бы говорим о зоне комфорта, не тот случай, когда там чувак из Лос-Анджелеса говорит, чуваку из Магадана, блядь, выйти из зоны комфорта, а вот в нашей ситуации, да, таких людей дохера, увольни, увольни, вот сейчас, да, карантин вели, люди, которые корчат из себя, то есть, пуха накидывают, типа, блядь, я хочу там развиваться, я хочу много читать, блядь, но у меня нет времени, я работаю, блядь, карантин, недель, не ухай не делал, у меня одной книжки не прочитал, почему ты ленивая хурлова, я ещё не понимаю, когда встречаешь человека, он говорит, блядапля, вот знаешь, даже, был один случай, когда даже не успел привет человек сказать, типа, он говорит, я с трёх работ, блядь, иду. Блядь, займись одним делом, но нормальным, блядь. А, блядь, короче, размот, Лига Первая, знаете. Да, меня туда приглашали участвовать. Я шутку придумал. Слушай, я шутку, шутку с кем. Там, короче, извиняюсь, перебили меня. Лига 1 это, короче, бокс среди непрофессионалов. Тогда шутка, смотрите, вначале. В Мексике запретили петушиные бои после того, как посмотрели Лига 1. И вот тебе расскажешь, с кем там. Короче, первый сезон был Лиги 1, я пошел, посмотрел. Они, короче, собирают предпринимателей по городу или руководителей, и типа хуярят друг с другом по боксу. Это неинтересно. Я считаю, бокс это, ну, если по-классике это интересный вид единоборств, но с точки зрения универсальности, а кто у нас боксом занимался, блять, никто нахуй. Вот. И те люди, которые сейчас работают, поднимают, там тоже вряд ли, блять. То есть они, как бы, максимально узко это сделали. Они, вот сейчас меня приглашали два раза. Один раз, один раз, получается, блять, у меня сбросилось сюда. Ну, ничего, ничего. Блять, ты серьезно? А, блять, извиняюсь. Вот. Короче, они меня приглашали два раза. Один раз они меня приглашали, когда, короче, только-только начинали второй сезон делать. Я, как бы, сказал, ребят, сразу нет. У меня башка не для того, чтобы меня понебили, блять. Вот, как бы, не думать надо. А второй раз, короче, у них, они назначили бой, готовились. Видите, такие. Чё сказал? А во что он ест? Да, да, да. Ну, как ему, по-моему, по-моему, что он думает? А он говорит, что его бить могут. Был, короче, назначен бой, получается, Денис Кинсур-Шили. Это, короче, тренер сети фитнеса, он раньше в сетьке работал, как я тоже. Он какой-то, короче, клуб открыл, там, подвальный. Вот. И против него, типа, Серега Мехин должен подаваться. Серега Мехин почему-то в последний момент отказался. Вот. Не знаю, почему, короче, у него там пост на эту тему был. Я Мехин там видел, но я не читал, не слушал. Вот. Они, короче, звонят, типа, отбирает. Мехин отказался. Давай, типа, ты выходи, блядь, ответ тот же. Смысл вообще? То есть, ну, нахуя? Побыть бить клоуном в цирке? Нахуя? Как бы, не так я им не говорю. Да, нас звать надо, ёбнутый. Нас же надо звать. Это же клавна. Такой трэш, что бы я там устал. А ну почему бокс? Почему не херлик они выбрали для предпринимателей? Не дартс, например. Да, блядь, драккурил. Перед боем, да? Большой куш, большой куш, блядь. Мать не нахуй, алкоголички, блядь. Шапки еще. Да. Шапку снимал. Стритбул бы я. Шахматы, блядь, вы предприниматели. Вам нужно думать на 500 шагов вперед. Ебачки в шахматы. Я, блядь, половину выебу, нахуй. Опять матерюсь, нахуй, сука. Заебали, блядь, подкидывайте. А вот так, представьте, если бы был бы чемпионат среди предпринимателей, а бы среди малоебов. Вот кого бы ты в себе материл? Наставники? Нет, наставники. Наставники, блядь. В сопернике, в сопернике. Где вы учились, я там преподобал. Да, да, да. Я же тебе говорю, я министр образования. Шахматы, почему, типа, почему бокс? Потому что, ну, типа, нужно придумать то, что захотят посмотреть люди. Бокс нашел, да. Хлеб бы из религии. Да, это, ну... Тогда уже, блядь, давайте, нахуй, чемпионат по пощечинам уже хули. Причем хлеб сразу резанный. Ну, ты уже устроил же. Ну, да. Ну, это же, типа, у нас в Тюмени же предприниматели радеют за социальную тему, типа, чтобы это социальный бизнес, чтобы помогало людям. Чем они помогают людям? Разрегают. Ну, зачем развлечения, блядь, для людей, которые могут потратить бабки? А для людей, которые не могут купить билет, нахуй, у которых денег нет, чем предприниматели? Ну, возможно, возможно, все эти бабки, какая-то там есть, возможно, история, я не уверен, но, типа, какие бабки все, которые они получат здесь, куда-то будут направлены. На трансляцию, нахуй, блядь, на рекламу на всю жизнь. Блядь, финансовая жизнь, это борьба, поэтому ты, типа, идешь вперед, ты должен быть победителем, может быть, типа, такой смысл. Блядь, вы помните, был такой, этот, был... Равноценно Тюменскому... Была такая передача, бокс со звездами или что-то, звезды на ринге, что-то такое. Ринг назывался. Кингрииин. Вот, в топ-5... Я пока помню музыкальный ринг, нахуй, я смотрю. Короче, в топ-5 по уебищности передач, по-саме, я вот так скажу, по уебищности передач на телевидении, вот в топ-5 она точно входит. Типа, как, почему вы думаете, что перестали снимать? Ебать, это просто, блядь, шедевр, нахуй, мой, вот, блядь, в лоны, блядь, истории, как это? Ваналы, да, ваналы истории, блядь, мы это все закинем. Больше не будем снимать, потому что это охуенно. Да нет, это уже говно собачье, нахуй, блядь. Ну, конечно, там пельш получал. Бить людей, блядь. Люди, которые показывают примеры, вы ебошите друг друга, нахуй, по лицу. Вот, зная наших тюменских молодых предпринимателей, да, как бы сейчас будет просто, блядь, пулеметная очередь ко мне в их огород. В основном там люди из благополучных семей, в основном, блядь, 99,9 десятых. И, вот как ты сказал, типа, они там создают что-то, какие-то развлекухи для населения, хотя говорят, что это социальная тема, это полная, ну, как бы так и есть, занимаются полной хуйней. Вот, если что-то заряжать по предпринимательству, блядь, я предлагаю сделать не вот это вот бокс, блядь, петушинный, нахуй, а как они там выходят, люди, которые никогда боксами занимались, всякой фирмой занимаются, да. То есть, бокс это профессиональная тема, блядь, вот оставьте это профессионалам. Вы же предприниматели, так давайте по своей теме поставить просто всех, блядь, в равные условия. Дать, допустим, не знаю, там, 100 тысяч рублей каждому, нахуй, и чтобы они создали за какой-то период, блядь, бизнес, который окупается. Заработали. Да, то, что в каких условиях они там сейчас находятся со старта, да, они у всех разные. У кого-то что-то было, в основном у местных, у всех все было, блядь, заряженные ребята. Либо там папа денег дал, либо мама денег дал. Вот оставьте их с голой жопой, блядь, дайте им нахуй всем по 100 тысяч рублей, поставить сроки, нахуй, и ебашьте. То, что вы думаете, блядь. То, что вы думаете, блядь. Потому что мне не стрёмно это говорить. Почему? Потому что я с меня начинал. У меня мама, папа, не богатый. Я, как бы, ну, в этом плане за базар отвечаю. А у нас много таких ребят, которые, там, блядь, кто-то замуж вышел, блядь, хорошо. Кто-то из мужиков замуж вышел, хорошо, блядь. Как бы и так далее, и так далее. А, типа, мужиками сейчас не назвать, блядь, вот. И, как бы, они там рассказывают, какие неохуенные предприниматели. Сколько они там зарабатывают. Выясняется, что у них дед, блядь, не знаю, там, начальники про нефтетрубопровода бывший, блядь, и так далее. То есть, ну, что людей смешить? Выходи, так сказать, что вы охуенный предприниматель. Равные условия, блядь, одинаковая сумма, время, погнали. Новый формат для Лени Белых продаёмся. Здесь просто сделайте 20 человек, соберите, идите, блядь, приют собачьим, помогите, там, бабкам, деньги, там, не знаю. Просто сделайте что-то, блядь, социально полезное. И, я не говорю, что они ничего не делают. Это самое простое, ты пойми. Много-много этим занимаются, но взять деньги и потратить деньги, ума не надо, у нас вся страна так живёт. А вот взять деньги, блядь, и приумножить капитал, чтобы, сука, он работал. Нет, возьмите детей просто, возьмите детей, начните учить, блядь, предпринимательству, финансовой грамотности. Ну, дохуя есть. Да, элементарно. Сколько времени они тратят на тренировки по боксу? Элементарно, нет, жестко тренируются, блядь. Сам элементарный способ разбить, что у тебя в регионе создай рабочие места, вот элементарно просто. Вот ты говоришь, сколько времени они тратят на тренировки по боксу, блядь, да? Сколько, два месяца? Ну, три месяца. Три месяца, да? Блядь, невозможно, нахуй, выебать 9 баб, чтобы, нахуй, они родили, нахуй, через месяц. Ну, да. Понимаешь? Боксом надо заниматься, какими-то, спортом, блядь. Есть, нахуй, норма часы, есть, допустим, железных видов спорта, блядь, тоннаж определенный. И даже есть, я не помню, как эта теория называется, все просчитано. Неважно, каким ремеслом ты занимаешься, спорт, наука и так далее, и так далее. Есть часовая выработка. Есть, без часов, да? Сколько ты вот там по ней выработал, блядь, вот только тогда у тебя, ну, ты на что-то можешь претендовать. Как вот у нас, дохуя, фитнес-тренеров, которые нихуя есть, они представляют, там, недельные курсы прошли, считаешь, что они тренеры. Так и тут, блядь. За два, за три месяца ты из них боксеров не сделаешь. Ты их в лучшем случае научишь, блядь, бинты бинтовать, и то они этого делать не будут. Мне до сих пор не надо учиться. Как бы, блядь, вот, ходишь на бокс всю дорогу, да просто веком. Я вот так просто на макрою. Так и тут, понимаете, оставьте это дело профессионалам. Если вы хотите, что у профессионалов по бизнесу, блядь, давайте в бизнесе как-то соревноваться. Вот и все. Блядь, почему не делают такие соревнования, ну, типа, это же масштабный соревновательный для людей, для типов, которые боксом занимаются? Ну да. Почему, блядь, не сделать, для пацанов, для молодых, которые ебашут, ну, боксом занимаются каждый день, блядь, к жопу рвут, сделать нормальные соревнования, вот, и те нормальные схватки ты, во-первых, похожи. Ну, сейчас у нас в Тюмени профики. Зрелище, блядь, да, и поддержка спорта. А тут в два месяца потренировались, все, и пошел в махиторку яче. В идеале, чтобы ты еще снималась, снималась, чтобы все, чтобы был... Да, потому что все, что хотите, чтобы услышалось, увиделось, все надо снимать. Ребята, вам рассказать, какие палки в колеса будут при создании вот этой темы? Не, мы просто же накидываем, блядь. Не, ну, давай, расскажи мне, все равно. Ну, вот, допустим, вы хотите сделать... И это вообще касаемо любого вида спорта. Я вам, как, блядь, человек, который в этой теме давно, и учитывая, что я работаю в департаменте, блядь, по спорту, и спортом я занимаюсь 28 лет уже. Вот, я вам так скажу, ребят. Первый, блядь, камень, который вам в вашу сторону кинут, когда вы заходите сделать, допустим, турнир по боксу, залупится федерация бокса. Здесь все давно устоялось. Федерация бокса, как любая другая федерация, получает с департамента бабло. Делал это ничего-то или не делают, в основном нихуя не делают. И любая другая федерация, и по гиревому спорту, где я был, блядь, сейчас нихуя не делают. Раньше было более-менее. И с борьбой у нас проблемы, блядь, и с боксом, и так далее. То есть люди, которые там сидят, которые там считаются главной федерацией, и так далее, они как будут воспринимать это логично, учитывая твердолобость наших граждан. А, нихуя себе, вы делаете проект, вы заходите на нашу территорию, вы сейчас у нас будете наш хлеб отбирать. Ждите, нахуй. То есть тут будет пиздарить, и блядь с этой стороны. Раз. Второй момент. Проводя турниры, кто этим занимается у нас? Допустим, у нас в регионе центр спортивной подготовки, там, у меня прятец СП, департамент, ну, сейчас это департамент городской, областной и так далее. Вы пробуете сами, соответственно, эти структуры вам не нужны. Соответственно, они тоже будут выявываться. И они тоже будут на вас натягивать административный ресурс. А что у вас там медиков, там, допустим, медики не той квалификации? А почему вы у нас, блядь, добро не получили? А почему у вас там собираются больше, нахуй, 50 человек? Они сюда еще и законы митингов, нахуй, подтянут. Понимаете? И так далее, и так далее, и так далее. Вас захотят выебать, вас выебут. У нас государство такое. Люди работают не хотят, просто хотят доить, нихуя не делать. Это просто каждый движухи. Вот так вот. Вообще, как бы это вот одна сторона, блядь, это наша действительность. Одна сторона медали. В штатах в этом плане проще. У них весь спорт давно на коммерции. Да. И вы просто не представляете, блядь, насколько они от нас, блядь, просто далеко. Нам их никогда не догнать, потому что у них это реально за бабки. И у них там эти федерации, они все, короче, под людьми, бизнесменами, не которые деньги спиздили, как у нас в стране, а которые заработали эти деньги. Вот. Хотя бы, блядь, они закон, как сказать, декларации заполняют, и налоги платят, блядь, даже если спиздили, да, но они как бы меценадцатом занимаются и так далее. У нас же все не так. Вот. И просто проводя что-то свое, вы просто себе столько геморроя хватаете на жопу. Да когда хоть что организовываяся, оно получается, вот любой пример. Реально прикольно, если ты делаешь какие-то соревнования, то люди, которые этим занимаются, то есть они ненужными становятся. Ну, блядь, у нас столько ненужных вообще структур в России, я ебон. Знаешь почему? Потому что у нас у власти, у нас структура в департаментах по большей части лицемеры. Все создают рабочие виды, никто не работает. Хуесосить их можно бесконечно. Сейчас на меня столько говна вылезет. Вы когда от эфира выпустите, если кто-то из них посмотрит, блядь, нас заебут. Да, хуесосить? Да. Вот, но ситуация в чем? Вот я когда открывал клуб, ко мне пришли с департамента. Давай расскажешь, как это было. Задали это нам вопрос на собрании фитнес-клубов. Мне говорят, сколько вам, ну, что вам нужно для развития, и так далее. Я, блядь, единственную фразу сказал, не мешайте. Потому что, поработав, блядь, в департаменте, как они работают, как они осваивают средства, блядь, как они делают отчетность. Это везде так. В каждой структуре у нас кругом наиболом, блядь. Допустим, вот у нас по спортдепартаменту, короче, есть количество спортшкол, там выдуманное количество занимающихся. Их подводят под шаблон, которым должны заниматься. Есть же, блядь, программа там развития физкультуры и спорта, там была до 2020 года, сейчас, наверное, какая-то новая есть, не знаю. То есть там вот у нас по статистике вот настолько должна быть прибыль, блядь, занимающихся по таким двинам спорта. И сидят, блядь, начиная от уровня, блядь, хуево-кукуево поселка, блядь, цифры придумывают. Потом город, ну, районный центр, город, блядь, регион, на министерство. Вот на каждом этапе плюс-плюс-плюс в сумме на пиздели процентов на 70, блядь. А потом... Никто не проверяет. А потом старый вещает нахуй с телевизора, что у нас просто экономики два с половиной процента, блядь. Там, сука, нахуй, отсос процентов на 30, понимаете? И так по каждому, по каждой ветке, блядь. Вот. И поэтому лучше нахуй не связываться. Что-то хочешь делать, делай сам, без всякой поддержки, вот и все. Если хочешь, допустим, каких-то денег, блядь, ну, либо опять сам зарабатывай, либо, значит, ищи ребят, кто предприниматель, кто тоже сам зарабатывает, и им будет интересно то, что ты делаешь, вот и все. Ну, или не обязательно, что кто-то что-то делает. Можно просто богатых, получается, ребят. Можно, но им просто так тоже будет интересно. Люди, которые заработали свои деньги сами, они умеют то считать, и они не раскидываются, но они их тратят куда надо. Ты про куб спросил? Да. Как вообще это произошло? Как ты до этого тратят? Как наступил момент, что ты понял, что, блядь, я все это понял, я могу... Ну, почему, блядь, почему у нас вот сколько миллион фитнес-тренеров в Тюмени, и не у всех есть свои клубы? Не знаю, вопрос, может, наличие яиц, я хуй знаю, или, может, я просто хотел больше, чем остальные. Но, вообще, история была долгая, я несколько лет работал в сети фитнесе, почему я пошел туда, потому что в тот период, это был самый топовый клуб в городе, потому что они, в первую очередь, проводили, заходя в эту сферу полностью, то есть, как сначала, я работал тренером параллельно, 2007 года, там, в одном зале, в другом, и параллельно, у меня была основная работа, то есть, я когда учился в Удивере, начиная с первого курса, я работал, у меня третий раз записи, в творовой книжке, я где только не работал, вот, но параллельно, я работал в тренером, всегда, и когда я уже конкретно ушел в тренеровскую деятельность, я понял, что, ну, я захожу туда полностью, с головой, с руками, с ногами, мне нужно квалификацию повысить, я выбрал единственный, грамотный клуб на тот период, это был сити фитнес в городе, почему, потому что они проводились, привозили всяких менторов, проводили обучение, для сотрудников, бесплатно, если ты от полугода работаешь, и потом еще остаешься, короче, я отработал, я не помню, пиздеть не буду, года четыре там, наверное, вот, за это время, все обучения, какие были, они все проводили там, я прошел, плюс, я за свой счет, ездил еще и в другие города, там, и Пакинеза, в Якат, и там, на Милов, в Москву, короче, и так далее, вот, там шли разговоры, я упорся в развитии, то есть я проводил персоналок, максимальное количество, то есть я работал, блять, по 17 часов в сутки, спал часа по четырьмя, будет такой период, затяжной года полтора, короче, вот, я там, леккозобий был, выглядел как уебок, блять, и только ебашевый, 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 деетонировал, вот, я понял, что я упорся, блять, и на налоги отдавал, примерно, процентов, 45, от всей суммы, то есть там был, получается, на ип оформленные, потом, короче, платили часть клуба, доли гаража, ой, пизжу 45, 55 я давал, то есть 50 на 50 было с клубом, еще до кп, короче, 5 процентов, и плюс 1 процент по упрощенке, то есть 56 процентов я давал, от того, что зарабатывал, я, я, короче, получил, это был, блять, не спиздеть, за 2015 год, я получил раскладку по зарплате, я заработал, цифры точно не помню, допустим, 2 миллиона, блять, из них, нахуй, миллион 200 я отдал, блять, клубу и налоговую, да, то есть я понял, что это полная хуйня, вот, точные цифры не помню уже, может там полтора было, уже не помню, ну, короче, ранится большая, блять, вот, как бы я подходил, к главному бухгалтеру, там она, короче, была, замдиректор одновременно, там общался, и так далее, типа, ну, давайте как-то развиваться, давайте там в этом клуб, хотели новую открывать, давайте, короче, я вот там возьму, и сделаю там из него, прям, блять, качевое место, но, я не просто был трейдер, выметь его, поставить на процент, ну, как бы я буду с ним зарабатывать, полгода, блять, ни да, ни нет, короче, да, да, потом нет, нет, потом, да, потом подумаем, потом что-то сложные времена, то есть, все, типа, ты один такой был, кто-то еще был, такой активный, я не знаю, я на темнике, не разговаривал, вот, в итоге, как бы, блять, был у меня клиент, это мой старший товарищ, Александр Евгеньевич, Главацкий, короче, вот, мы ему сделали форму, учитывая все его противопоказания, мы с ним заобщались, у него денег, на тот период было достаточно, он мне занял лепеху, а, полтора миллиона мы занял, с юрлица, мы оплатили оборудование, и лепеху я с женой отложил, за годик примерно, короче, вот, за 20,5 миллиона, мы открыли первый клуб, минимальный, а где? на Малыгиной 90, у нас площадь была, квадратов, наверное, 300, небольшой зал, а, и бац в парусе? да, ну, ну, вот, ну, по минималке сделали, да, вот, и дальше больше, в итоге мы там развивались, и так далее, и так далее, короче, вот, вот, к чему все пришло, хоть она сработала, витражная степа, да там, не стекло, там, инстаграм сработал, ну, да, ну, в целом, типа, ты, ты, моста, ты, видишь зал, да, ты, видишь зал, но этот поток сюда не заходит, они все с работы залипают в окно, нахуй, после, и перед работы залипают в окно, это никак не влияет на поток, но картинка снаружи прикольная, а мне возможно оказалось, сейчас я вас освеживаю, тебя чувствую, когда я вот туда возвращаюсь, если мне казалось, как будто бы, может быть, дорого, дорого, да, я тоже про это думал, пара супер, типа, да, я бы подумал, вот сам картинка, ты такой смотришь, если бы пойти, куда-то, да, оно снаружи выглядело, заебись, а внутри помещения, они не приспособлены для фитнескула, ты заходил, то нет, был там, не было, ты уже тут, только получился, ну, короче, снаружи было заебись, все типа, прозрачно, ебать, цивильно, а внутри эргономики, никакой помещения не приспособлены, мы съехали оттуда сюда, и здесь, куда больше полезной площади, и аренды в два раза меньше, вот еще, вот, почему съехали, долгая песня, я писал посты на эту тему, то есть там, все понятно, кто пидорас, кто нет, ну, тут вроде у нас арендодатель адекватный, не пакостит, как бы, и, быть может, я надеюсь, что мы еще, также берем еще 800 куда-то возьмем, еще из него, еще один зал, нет, мы хотим, мы хотим, просто 800, я хочу, лицензию медицинскую на реабилитацию, лицензию на реабилитацию по кинезе, на массажную лицензию, групповую туда убрать, детская самба джидо хочу, короче, вот, ковер постелить, татами, короче, мешки помешать, второй центр джидо, посмотрим, ну, кроме бассейна, вот, хочу вот так вот сделать, если так, это будет, в принципе, один из самых крупных фитнес-клубов, если мы заберем эти еще 800 квадратов, отдайте, это будет, это будет 1600 примерно, квадратов, может даже больше 1700, там, и точно, не помню, нормально будет, вот, вопрос, конечно, мы все, мы договорились, блять, мы оговорили условия, нам давали там льготный период по аренде, блять, мы выходим на подписание в четверг, блять, а в пятницу были открытки, нахуй, и мы пошли, нахуй, сейчас, короче, вся эта тема закончится, будем разговаривать с собственником, посмотрим, к чему это придет, короче, но я надеюсь, что у нас получится, если нет, то есть тут три расклада развития ситуации, первый, нам пойдут на уступки, и мы с горем пополам вывезем ситуацию, заберем этаж, отработаем, второй, нам не идут на уступки, мы оставляем, остаемся в тех квадратах, которые мы есть, и третий вариант, нас ебут по аренде, и мы отсюда съезжаем, вот, куда? Если такой вариант будет, я надеюсь, что он не будет, потому что, как я понял, из разговора с собственником, он, блять, адекватный, то есть он, как бы, не жадный злодей-коровопийца, но и, как бы, как сказать, знает стоимость, блять, своих услуг, которые, награждает, и так далее, то есть, я надеюсь, что мы договоримся, а это уже козырь наш, потому что 8 лет помещение стояло, нахуй, ему не нужно, и он это понимает, и как бы, надо будет договариваться, вот, другое дело, что месяц нашего простоя, что потом мы вышли уже в эти показатели до кризиса, у нас он идет на восстановление минимум месяца 3, за каждый месяц, то есть, как это растянется, как хуй знает, вот, но если получится, то вот, а если не получится, и будет сам ухуй его расклад, то мы не договоримся, мы вынуждены будем отсюда съезжать, я уже просто психаную, сделаю по-другому, я найду, блять, средства, варианты и так далее, я куплю площадь, небольшую, квадратов, блять, 300, 400, похуй, вот мне хватит для начала, сверну нахуй оборудование, законсервирую его, блять, уберу нахуй на склад, и буду окупать то, что есть, и работать теми ребятами, которые, блять, всегда со мной, вот, но это уже будет мое, без аренды, и развитие будет более быстрым темпом, вот, а там посмотрим, ну, короче, сирп не закроется, никогда не переживайте, пока я живой, он будет. Вот были какие-то, вот такие случаи, вот, что вот, вчера пришла, например, ну, или сегодня пришла какая-то, такая себе, и через год она, нихуя себе, соска стала. Я вообще, вот, отследил, допустим, вообще, вот, ну, там, даже, вот, на соревнованиях по лещам здесь, вот, в принципе, народу, типа, ну, много было там, людей, все забито было, и, не было откровенных уродов, вот, грубо говоря, не было хуёвых людей, так скажем, короче, все были, ну, кроме тебя, ну, да, я единственный, кто был, да, я так, ну, я, Роми на глаза не попадался, и все, а все остальные, то есть, не только девушки, и поцелы, все, все нормально, такие, блядь, интересные, кто-то выделяет с чем-то, кто-то, блядь, кофту даже постирал, не хвость, короче, редкость нахуй, короче, носки одел одинаковые, короче, редкая хуйня, когда вот такое мероприятие, типа, дохуя народу, и, ну, типа, не доебешься, но народу было реально дохуя, когда через КПП, блядь, прошло 500 человек, мы перестали считать, народу было дохуище, ну, куда он, после 500 считался, ну, за что, что там за цифры, Витя, Витя, я не знаю, что там за цифры, стойте, стойте, не, просто такая хуйня, вспомните, когда в школе, какая-то стрелка намечалась, все жена разбегались, а тут такая официальная, ребята, будем там что, лещи, да, не, если мы еще когда-нибудь будем проводить такое мероприятие, оно будет куда строже по судейству, потому что, я стоял, смотрел с одной стороны, а с другой стороны не видел, и там, ребята, многие, болели жестко, не леща давали, а прямо, ну, так делать нельзя, короче, надо просто делать запись, после каждого этого, дисклассифицироваться, смотрите по чесноку, да, потому что расклад сил, был бы вообще не так, а сейчас сложился, на самом деле, смотришь, все типа, как в футболе, да, да, повтор, 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 нахуй, на самом деле, это же просто ради фана, блядь, это, ну, не надо, не, ну, у меня тогда, блядь, трое суток, директ разрывался, пиздец, просто, блядь, столько всего писали, вообще, о чем плохого и хорошего, да, нет, нет, было всего два гнойных комментария, и мнение о боссу, ну, типа, что не уследили за ударом, не, не, это, как бы, еще нейтрально, там были такие, которые, что за хуйня, вы занимаетесь, блядь, типа, вот, типа, выделились, блядь, какой-то дебильной хуетой, блядь, короче, иди нахуй, блядь, эти зерни сейчас пишут, про то, что, про людей, которые дома не сидят, единственный, вот, который, вот, закрывает все вопросы, я говорю, это вот собрание, вот этих вот, блядь, нормально выглядишь, людей, вот, они, блядь, могут увидеться, вот здесь собраться, и, блядь, познакомиться, как минимум, блядь, мы собрались, тусанулись, была охуительная музыка, музыка была охуительная, этот, шикайно, наши ребята из этого, как он там, забыл название, футбол, вот, короче, ну, всем было весело, всем пока, все, блядь, с горячими глазами ходили, кайфовали, короче, ведущий был, блядь, не я, не Димас, да, этот, вот, да, вот, откуда-то два гнойных отзыва, а ты что, ведущий, что ли? Ты что, братан, мы же с Димасом разъебывали, вообще, ну, буду имененен, разъебывали, сейчас, типа, они такие, знаешь, типа, добрый день, здравствуйте, как делись? И они такие, а, добрый, а, мы такие, у нас обычно, короче, в движухе проводил Джеймомедов, тут он, короче, обиделся, потому что я его не позвал, а я теперь, сир Джеймомедов был. Мне, короче, знаешь, что интересно, вот, у тебя образ жизни же по-любому, ну, не то, что не скажу, правильный, там, и так далее, ну, в общем, грубо сказать, полезный, да, хочет дорого есть. Относительно, вот, что ты самое себе такое позволяешь, вот, типа, не знаю, запретный, грешок, грешок, какой-то. Ну, не, типа, блядь, вишнюю ложку сахара в чай, блядь, 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 я даже не знаю, вы можете просто, знаете, поиграть в слова, типа, да, нет, блядь, вы называете, да или нет? Пизуга? Нет. Нет. Аккоголь? Аккоголь вообще. За свою жизнь я бухал, наверное, раз в 10. За туалет. Да, и все из них были, в основном, в школе. Давай на первом курсе. Ну, было бы уже холодно, в радуле. Мы языка греется. А что помогло определиться, что не надо или надо? А изначально не хотел, со вкусом, голем и неприятен. Не знаю. Ну, и плюс, как бы были всякие жизненные примеры, блядь, эти хуёвые, с летальным исходом. Вокруг? Ага. А что, блядь, у нас всегда так? Так я не понял, ты как, блядь, ты вот просто один двигался, типа вот, ну, ты вот придумал, типа, подойти и сказать, типа, давайте сделаем еще один клуб, я вот буду там на проценте. Ты как так один двигаешься? Ну, странно же. Да я херс, наверное, желание было всегда. Ну, как всегда. Первый раз у меня появилась вот именно осознанность того, что я хочу вот именно свой зал. Не обязательно коммерческий, а вот хотя бы свой для себя. На первом курсе не вера. Не, вот про все, типа, вот, бухаешь ты, потому что, ну, грубо говоря, как у меня происходит, типа, почему ты выбираешь выпить, потому что, ну, типа, все думают выпить, и ты как-то... Ну, за компанию. Блядь, пацаны, вот если, если о глобальном, то да, в основном, получается, один, ну, по жизни один. То есть, блядь, мы рождаемся, умираем одни, да? И, ну, основные решения, которые принимаешь тоже, как бы, один. У меня просто период, период в жизни, когда все там кайфовали в школьные годы, там, гуляли, там, допоздна и так далее, у меня с этим было строго. У меня пахан, блядь, я даже в одиннадцатом классе, там, пахана, хуйня. Искричал, а ты думал, блядь, иначе пиздец. А те запахана, которые, блядь, 20 лет, нахуй, имеют услуги, блядь, военные и ментовские, как бы, там, извините меня, когда детей ругали, когда детей ругали, короче, я получал физических пиздюлей, блядь. И я в школьной, как бы, особенно, вот, там, класса до девятого, да я вообще, нахуй, почти всю школу хуярился, ну, дрался постоянно, потому что, по одной причине, мне было ни очкова получить пиздюлей, потому что я знал, потому что я знал, что ни один из, сука, из моих одноклассников или старших классиков не уебет меня так, как мой пахан. Блядь, такая же у меня, короче. Вот. И, а считай, получается, активно, прям, блядь, без ума активно я начал заниматься спортом. Ну, я спортом занимался полностью стабильно с 7 лет, начал там что-то отжиматься, там, то есть все с 4-х, паханно, что дома дрочить, блядь, меня, нахуй, по-всякому, короче. А вот так, чтобы осознанно я сам ходил на тренировку, до школы, школа была с 8, а на тренировку я приходил к 5, блядь. У нас будет такой ВПК Росич, короче, в Радужном, начальная военная подготовка, рукопашный бой, короче, стрельба, блядь. Вот я вставал в 5 утра, хуярил на первый автобус, блядь, прибегал, короче, в город, 12 километров, короче, от моего дома было где-то, хули, север, нихуя нет, ты в темноте едешь, один в автобусе, блядь, снег хуярит, минус 30, блядь, короче, ее, твою мать. Приезжаешь, пацаны уже, короче, круг сделали, ты бегаешь по стандартному залу, как в школе, короче, нужно было пробежать, короче, 100 кругов, то есть, ну, бегаешь, и потом, короче, хуярите, подтягивайтесь на максимум, там, допустим, сказали, сегодня 200 раз нам протянуться, и ты хуяришь 200 раз, вот, там, за количество подходов, которые сможешь, потом пиздуешь, моешься, хуяришь в школу, до обеда ты в школе, после обеда ты хуяришь, короче, в клуб на базу, одевание этого, блядь, осылка, нахуй, там, да, короче, сборка-разборка автомата, нахуй, стрельба, блядь, ну, кашки, нахуй, где-то что-то переходить, пожать, к 8 вечера до 22 ты хуяришь на рукопашку, короче, потом ты едешь обратно, блядь, в поселок свой, из города, нахуй, я такой, блядь, домой, нахуй, пожать, ел-то раза два в день, нахуй, пожать, блядь, спать, нахуй, уроки делал в течение дня, либо, нахуй, вообще, не делал, вот, чужой, блядь, подготовка, блядь, спартанский, такая, да, вот, и с тех пор, я вам четко помню, все это время ты один, едешь на тренировку, ты один, едешь в тренировке, ты один, все кайфуют, все гуляют, все, там, блядь, распроядах, хуй пойми, а тебя еще учеба, тебе еще нужно, то все, короче, в школе моменты, ходишь везде пешком, ты один, а я, получается, больше времени был один на тренировках, как бы, бежишь, утром, кроссу, ты один, подтягиваешься, ты один, стреляешь, блядь, ты один, едешь в автобусе, ты один, сидишь за руками, ты один, ти нахуй не нужен, ну тебе, ты как бы думаешь, на тему воспитания, короче,ong normally, конечно, тебе не нужен никто, в тот момент, когда ты развиваешься, да, просто мозг в этот момент, чувственный, почему развиваюсь, блядь, если ты получишь, если не будет развиваться, мост в это время реально чистый как бы ты занимаешься чем-то каким-то делом и тебя никто не отвлекает и даже делаю какие-то движения ты сам собой все равно рассуждаешь о чем-то в этот момент как бы ну время на фантазию блять оно заставляет твои мозги шевелиться вот и все потом когда могу не вере учились да нет уже не в том что у типа витя один всю жизнь типа блять не это не я не я уже увидел что не в этом типа секрет тут на рот про мотивацию говоришь на мотивации заниматься ну типа ты хочешь заниматься хочешь заниматься тем что тем нравится типа можно на этом еще бабки как можно страдать типа нет я все время жил с каким-то чувством что я не знал чем это когда идти и в каком формате и чем это мне будет плюсом я просто знал что это делать надо почему-то как одержимый это кого знаешь что ты хочешь норматив мастера спорта выполнить и те похуй на мороз на все блять преградает вот вот этот наверно момент то есть типа поставил цель и как ты добьешься блять похуй вопрос добился ты или нет это как вот нахуй и слова держать мужику блять это ты сказал ты сука должен сделать и так блять этом не член заболел там не знамя геморрой вылез блять маршрутка в ту сторону не ехала нахуя как бы ну ладно даже все пиздобола а тут ты бы ну сам себя видимо дрессируешь в этом плане все потом когда вы не верно поступили я учился но не буду пизденьким я учился в мифубии это блять самый мажорский корпус нахуй всех нахуя наших универов в городе блять я когда пришел на 1 сентября на первый курс я охуел пацаны приезжают и паркуются на хаммере на на ауди но и тачки биратов готовили в это это где было на руке вот а я блять гиппи что вы понимали а у меня блять из самых крутых тачек на которых и есть на тот момент это было блять 92 года toyota преве отцовская которую я угонял 14 лет до этого был лазик бобикнах который моментов очень пиздец и проходит год я начинал я хотел пойти на плавание пришел на плавание спортом заниматься как бы мне говорят и типа старый тут уже в четырнадцать лет все мастера спорта блять пиздуй нахуй в качалку я прилежу в качалку там качков нету говорят типа гиревой спорт и я попадаюсь под руку моему первому тренеру по гирям аксентию виктору усанычу 7-кратный чемпион мира по ветеранам гиревого спорта при том что когда он был двукратным ему удалили тазобедренный сустав металлический нахуй титановый скажи все дед со спортом нахуй завязывать а он между прочим кандидат экономических наук нахуй профессор все типа со спортом завязывать на два года проходит он еще потом 5 лет подряд на камеру разъебал вот это если говорить о примерах нахуй да на кого я смотрел а как он через эту металлическую рамку прошел в аэропорту и короче пока мы учились в универе то есть первый год проходит а ты же общаешься с этими людьми которые там учатся у нас на основном мажорики большая часть из них но люди которые блять тогда ни в чем не нуждались и сейчас большая часть ничего не нуждаются но у некоторых уродит ли бизнес пошел по пизде не честно отсосе но год проходит и такие сидим на первом этаже в мифубе блять тут ребята армяне тусуются тут грузины тусуются тут машка гломерат короче сидим глядь а все из обеспеченных семей такие я в блять в италию ездил короче сэкономили в турцию на месяц а я в штат и ездил короче а ты сидишь блять понимаешь что где родители отправляют 5000 рублей нахуй на месяц блять это на них чтобы выжить можешь купить только свиноку гречки блять молока и из блять и все на больше ты нихуя не можешь не шоколадки нихуятки блять и каких нахуй побухать вообще разговор может быть ты пашкой думать должен нет твою мать блять вот я таку сижу и думаю блять у меня родители денег у меня сейчас денег нет на работу только на нормальный ты не устроишься чтобы жить так как ты хочешь вот и все заебись но ты естественно хочешь тоже о чем-то рассказать какую-то свою интересную жизнь я тогда полностью меня переклинило я полностью ушел в спорт за начал заниматься гиревым спортом я был сборной универа трижды гордость университетом дали номинации на по спортивной линии короче я участвую в соревнованиях я был городах новосиб барнаул москва питер волгомират якат челябинск казань короче все города основные россия барнаулцы блять гордитесь вас называли основным городом в барнауле я полтора года учусь а в кадетском корпусе прибыл вас это еще один описи наху помотало было короче да и это самое там такая короче там раньше было школа авиационная для дзебук правильно называется а потом короче ее расформировали вышку и сделали типа большие сплп барнаульская школа интернат с первоначальной летной подготовкой вот то есть мы там с парашютом прыгали на ягоди сериал ну типа того да только это был десятый одиннадцатый класс короче вот вот и там тоже блять полтора года жизни в казарме людей нахуй не видел все блять не постойте смирно нахуй вот я тогда кстати очень хорошо рисовал я сейчас как бы рисую неплохо он тогда короче я с детства рисовал там я короче все стен газеты рисовал там же были взводы взвода если правильно да то есть отделением взводами и я от своего взвода у нас было сто первое сто первых взвод короче каждый месяц выдавал стен газету и блять они реально были пиздат и вот формат ватмана короче и вот на нем сидишь рисуешь там тематика допустим день авиации там про целковского чеки расскажешь про ансамбль русской авиации нахуй там не космонавтики и так далее то есть вот эти моменты ну мне прям на вас рисовать тогда же еще не было блять телефонов нормальных лучше телефон был сименс что блять такой короче бус по микро лоз и байдаст ли с вами и нахуй да самсунг самсунг создана надо вот у нас задачу даже пацан спереди нам ходил вы елбался пейджерами я чё-то пользовались то буду пищи второй ты считаете год короче вот и чаще было интересно помимо вот этого всего у нас было 22 зачета по физкультуре но это было спец физкультура у нас учитель по физкультуре был фанатик он готовил профессиональных летчиков и космонавтов там были такие упражнения как лопинг значит у меня это короче здоровая качеля здоровенная ты хуяришь на ней солнышко на время тебе дают команду ты хуяришь солнышко и одновременно вокруг своей оси хуяришь короче вот потом горят типа блять стоп нахуй ты хуяк сверху замер и ты хуяришь солнышко в обратную сторону и вокруг своей оси в обратную сторону чердак нахуй маму теряю я говорю у меня нужно было сделать определенное количество оборотов за 30 секунд то есть вот всякие такие упражнения и не блевануть у меня после караоке после смены конкретной опинге вот и всякие такие моменты а из допустим открытие школьной программы да то есть у нас было углубленное изучение физики я кстати на олимпиаде выиграл блять тогда нахуй и у меня как сейчас помню билет попался получается получается на на олимпиаде по физике вывод войска теорий эта теория как подожди правильно сейчас скажу вывод мкт молекулярно-кинетическая теория вот и короче на 4 доски нахуй начинаешь с того что ты рисуешь пространство летит блять молекула какая-то там допустим и ты короче похуярил блять цепляешься за молекулу нахуй на 4 доски вывод блять что такое короче в конце даешь форму в голове у меня это было более 300 формул по физике блять потому что ну мы реально их учили пиздец у нас по ему углубленное изучение физики было углубленное изучение информатики математики алгебра геометрии и были спец предметы что за интересная хуйня были спец предметы я еще успел посчитать хуйня я еще успел посчитать по логарифмической линейке что такое знаете какая короче линейка блять из него нахуй выдвигается такая линейка и ты короче там по ней считаешь синусу косинусу тангенсы катангенсы вот и помимо этого у нас были спец предметы конструкция самолета конструкция двигателя аэродинамика воздушная навигация астрономия короче вот по всем этим предметам мы должны бы решать нахуй вот еще по конструкции самолета у нас был охуенный экзамен ты садишься в кабину самолета я 52 это уже следующее поколение самолетов на котором гагарин вот и садишься в кабину самолета тебе завязывают глаза приборная панель не помню 52 прибора у тебя завязаны глаза тебе учитель говорит короче называют прибор ты должен закрытыми глазами показать где он находится рассказать его основные технические характеристики для что он измеряет температура как он работает вся хуйня круче и там пиздец по конструкцию самолета мы изучали хорошо и до того хорошо что когда дошел момент блять когда мы изучали сплавы из которых делается двигатель як-52 мы узнали что он из магния понимаете чем я понял магний очень взрыв опасен мы его нахуй стружкой нарезали и делали взрыв пакета нахуй а еще короче из детства был такой сайт пиротекс назывался он сейчас экстремистским признаном он закрыт короче короче на этом сайте блять да 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 были рецепты короче как делать алюминиевый порох блять обрезы короче всю хуйню мы блять карбит взрывали всякую такую хуйню взрывчатку делали там алюминиевый порох строгали там пиздец такой всякой дичь как бы это если если говорить о том как бы как как мозгами развивались в детстве блять и что сейчас дети делают как закалялась так вот так с таким типа жизненным опытом тебе лишь или успеха добиваться или становиться бомжом чтобы потом это рассказывать вот блять да 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 где никто не едет такой какой упер за упер не ну это жестко на самом деле а такой вот воспитывал бы ты так всех детей в нашей стране блять как тебе объяснить вот меня почему в кодецкий корпус отдали потому что у моих родителей не было денег но у них было четкое указание а ты жрешь у них было нахуй в смысле? да хуй я а жру то? ну тогда я был худенький был тогда я на первом курсе универа был при этом же росте и весивше 9 килограмм ты сейчас сколько ведешь? мало мало 50 56 но я повыше тебя ростом но я весю я буду приводить твоей комплекции ну чуть помесистее ну да вот это счастлив бы я такой стал я на первом курсе 70-80 да ты еще больше у меня бы на 9 килограмм на 9 килограмм ебать я в десятом классе заказал я тебе говорю вот почему мне интересно почему вот у тебя так вот разворачивается да почему у меня вот не так вот ну типа ну типа почему у тебя такой опыт а почему у меня вот ну по-другому бля почему-то Рома да разговаривает как фитнес-тренер а не Витя а вот почему-то он разъянчик в нашем баране я в десятом классе сейчас есть про детей ну в смысле да стоит ли так всех пацанов воспитывать да это на самом деле нет есть ну грубо говоря у меня есть ребята с которыми я общался допустим там с детства и так далее вот на сегодняшний день с кем я общаюсь люди кого я реально считаю хорошими людьми блять это мои друзья независимо от того что мы живем в разных городах это это три человека и каждый жили в разных условиях и у них не было такого что было у меня но сука у всех была какая-то жесть какая-то блять жесть у одного отец чеченец блять и все из этого вытекающие то есть строгое воспитание там пиздюля и так далее один так блять почему у меня друзья наху черта подожди членом север один один кореш мой кстати у которого он русский никита борисов но родился в грозном ну короче и эти эти ребята то есть друзья мои да то есть еще есть у меня друг казачок с моего города марк гаген марка знаете как бы у него одну душа совершенно другая жизнь но блять я его считаю хороший человек несмотря ни на что он еще другой опыт переживал и более того когда я ну живя в одном и том же городе с ним занимался обособлен своими делами он там шуршал дела блять на весь город нахуй там статьи стрелки нахуй собирались хуяли всех по 400 он там блять со знания впереди на вот и как бы вот грубо говоря 4 человека да и у всех разный жизненный опыт и вот отдавать детей там чем-то вот таким заниматься что дело нет да нет у каждого все будет по-разному поэтому у меня как бы ну не советую хуй знает как просто вопрос вопрос не в том что ты должен пережить вопрос какие ты сделаешь выборы после опыта неважно какого сколько советов давай 18 по русски три что считаешь главным типа не просто вот советы давай просто совет для взрослых для себя полезного дохуя услышать для взрослых да не важно нахуй вообще просто вот взрослым хули советуют взрослым советуют все скажут мне бы можно знать типа посоветовать что но типа вот я бы услышал какой-то совет ну если если жизненные советы да есть общий жизненный совет они к мужику ебаю пойдет первый совет занимайтесь тем делом который реально ваше то есть нужно найти свое дело это первое второе это уже конкретно музыку к мужиков касается сука сказал сделай блять иначе ты ебаный черт нахуй и ну может допустим ты кому-то напиздел блять и тебе поверили нахуй ну ты сам знаешь что ты чёрт ебаный поэтому мужик блять равно его слово равно его дело это второй третий блять тут сложнее и он скорее всего негативный блять не доверять нахуй людям реально ну реально то есть все пиздят все в уши ссут тут по факту как бы вот возвращаясь к прошлому совету не по словам можно судить человека а по делу и людей как бы надо проверять но у меня и был такой опыт когда ты с человеком общаешься 10-12 лет блять все идеально а потом он тебя швыряет нахуй поэтому третий совет не то что не говоря людям а рассчитывай только на себя и четвертое человек находится ровно в той жопе которую он заслуживает